Глава Карачева-Черкесии Глава Карачева-Черкесии Глава Карачева-Черкесии В финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родного литературы» всего в нем приняли участие более 100 педагогов из 75 субъектов России. По итогам Госсовета Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке сферы образования и дальнейшему укреплению традиционного для России института наставничества. Президент поручил на федеральном уровне проработать системные решения по совершенствованию оплаты труда учителей, законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество. Владимир Путин объявил об учреждении премии «Наставник года», а на базе Центра знаний «Машук» на Ставрополе будет образована площадка по развитию наставничества. Рашид Тимрезов отметил, что на региональном уровне также примут решение для исполнения поручений национального лидера, чтобы создать условия для людей разных возрастов, добиваться высот в науке технологиях на производстве. Как подчеркнул президент, от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит и судьба нашей Родины. А перед началом госсовета в Кремле глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний», где о своих мечтах рассказали ребята со всей страны. У нас тут двое детишек из Карачаева-Черкесии и одна девочка Ольга из Луганской Народной Республики. Мне понравилось пожелание Матвея из Карачаева-Черкесии, который мечтает о подарке-сюрпризе. Вот теперь будем думать. Вообще, я считаю, что это классная традиция в канун Нового года и уже несколько лет. И самое главное, это начало было здесь в Кремле, а потом во всех регионах. В Черкесске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя. На собрание пришли представители парламента, правительства, руководители ряда министерств и ведомств, сотрудники ветерана чрезвычайного ведомства. Подробнее Мурат Чанкесов. Мероприятие открылось с выноса знамени главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии. После чего был продемонстрирован ролик, посвященный деятельности МЧС и обращения президента России Владимира Путина. С трибуны собравшихся с профессиональным праздником поздравил начальник чрезвычайного ведомства Александр Галакаленко. По поручению главы республики Рашид Борисовича Тебрезова, хотел бы также искренне передать его слова благодарности всем вам, присутствующим в этом зале и вашим коллективам, которые сегодня в наших районах несут боевое дежурство. Передать от него искренние пожелания всем вам векового здоровья, успехов в службе и чтобы каждый из наших бойцов возвращался со службы домой целый день. В этот день искренние слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников и ветеранов спасательных служб, тех, кто ежедневно рискует своей собственной жизнью ради спасения других. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить вас и по праву можно сказать, что управление МЧС достойно несет звание спасателя. Хочу также поздравить вашего руководителя Александра Федоровича Галакаленко, пожелать ему успехов на его нелегком пути и пожелать вам всем мира в ваших домах. Отличившихся сотрудников главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии наградили почетными грамотами Народного собрания республики. Одним из лучших в стране по праву считается поисково-спасательный отряд имени Дзираева. Уже более 30 лет его сотрудники приходят на помощь жителям и туристам, внося свою лепту в динамичный процесс развития наших курортов. Запомнился мне тот факт, когда в минус 15 градусов наши спасатели там спасли женщину и где-то сейчас на носилках везли по тропе, сложной тропе, зимой это было, когда вышелся летник. И это благодаря этим людям спасли жизнь. И хочу сказать, таких фактов очень много. Ваша работа неоценима, сложная и неоценима тем, что вы делаете, дарите людям жизнь. По традиции лучших сотрудников управления МЧС отметили нагрудными знаками и благодарностями. Некоторым из них были присвоены очередные досрочные специальные звания. В этот день со сцены звучало много теплых слов благодарности и поздравлений с профессиональным праздником. А настоящим украшением мероприятия стало выступление творческого коллектива пограничного управления ФСБ Республики и артистов Государственной филармонии. Мурат Жанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Полиция и задержаны закладчики из Краснодара, планировавшие сбыть в Черкесске метадон и мефедрон. Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии на въезде в Черкесск поздней ночью остановили автомашину, в которой находились трое уроженцев Таджикистана, зарегистрированные в Краснодаре, и жительницы Адыгеи. В ходе личного досмотра у каждого из них был обнаружен сверток с запрещенными веществами. Согласно исследованию, внутри упаковок находились метадон и мефедрон. Трое молодых людей дали признательные показания. Они сообщили, что наркотики приобрели в Краснодаре и планировали отвезти криминальный товар в Черкесск, чтобы организовать тайники закладки для последующего сбыта бесконтактным способом. Следственным отделом МВД России по Черкесску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ходатайству следователя. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении с задержанной жительницей Адыгеи проводится сбор доказательной базы. Она отпущена под подписку о невыезде. В Черкесске прошел финал республиканского конкурса профессионального мастерства созвездий. Он приурочен к закрытию года педагога и наставника. Педагогические пары наставников и наставляемых наградили дипломами призеров и победителей, а также денежными сертификатами. Год педагога и наставника выдался ярким и насыщенным, а также необходимым для повышения престижа профессии педагога. Он дал возможность продемонстрировать лучший педагогический опыт и наставнические практики. А молодым педагогам лучше познать свою профессию и предназначение учителя отмечено было на мероприятии. О значимости и целях проведения конкурса рассказала председатель Крачево-Черкесской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Чучаева. Представлены практически все районы и города нашей республики. Инициатором конкурса выступил региональный клуб «Наставник-09», учредителями которого являются профсоюз образования Карачаева-Черкесии и Институт повышения квалификации работников образования. Хочу сказать, что этот конкурс, он, наверное, несет в себе самое главное. Вот именно наставничество, а не просто, а реверсивное наставничество, когда мы учимся обоюдно друг с другом. И для меня это опыт приобрести что-то новое в плане общения с информационными технологиями. А Алине Руслану, мне, скорее всего, нужен мой опыт, мой багаж знаний, и на какой-то есть. 85-летие отметил одно из старейших образовательных учреждений Черкеска. Поздравит педагогический коллектив 13-й гимназии. Пришли выпускники разных лет и коллеги из других школ. На мероприятие побывал наш корреспондент Артур Мхце. Педагогический стаж Асиад Магометовны около 50 лет. И почти 40 из них она посвятила ученикам начальных классов 13-го образовательного учреждения Черкеска. По словам Асиад Кушковой, это школа её семьи. В ней учились её дети, а теперь постигает азы знаний внучка. Многие из воспитанников и сегодня приходят к ней в гости, чтобы поблагодарить за обучение, терпение и заботу. Я свою профессию, зная, что ко мне идут дети, я всегда отношусь с любовью ко всем детям. Пусть наши дети будут счастливы. Приходите, приводите своих детей к нам, внуков. В 2023 году двум школам Черкеска 13-й и 8-й исполнилось по 85 лет. В гости к юбилярам из 13-й гимназии в торжественный вечер пришли воспитанники разных лет, а также коллеги из других образовательных учреждений города. Для них был организован экскурс в историю. Много чего вы на сегодняшнем нашем мероприятии увидите. Как выросла эта школа, что здесь происходило, начиная с 30-х годов, 40-е, и дальше по десятилетиям мы об этом всё расскажем. Работать в этом коллективе мне не трудно, потому что у меня здесь работает очень много учителей-профессионалов, которые своё имя сделали и знают своё дело и свою работу. Выпускники 13-й гимназии успешно обучаются или уже работают во многих регионах России. Ученики и педагоги неоднократно побеждали во многих образовательных, творческих, спортивных олимпиадах, конкурсах, состязаниях, что отметили и представители управления образования Черкеска, зачитывая поздравления от руководства города. Из стен гимназии каждый год выходят талантливые, одарённые выпускники, которые смогут прославить свою школу и педагогов, давших им старт в жизни. Во все времена педагогический коллектив учреждения сохранял высокий профессионализм и верность в данном делу. Нынешнее поколение школьников и эстрадные артисты подготовили для почётных гостей представление, как бы переносящее всех участников торжества на страницы истории родной школы. Артур Махца, Виктория Карпенко, Висти Карачаево-Черкесия. Выставку «Форум России» в Москве посетили уже более трёх миллионов человек, а некоторые из них и понятному разу. Международная выставка «Форум России» продолжает свою работу и знакомит посетителей с важнейшими достижениями страны. Экспозиция «Карачаево-Черкесия» пользуется большой популярностью у гостей и жителей столицы, а особый интерес у посетителей выставки вызывает лыжный тренажёр-стимулятор. С каждым днём растёт число тех, кто хочет попробовать свои силы в горнолыжном спорте и желающих провести свой отпуск в горах Карачаево-Черкесии только растят. В Черкесске прошла ёлка главы республики. Для детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, в празднике приняли участие дети со всех городов и районов Карачаево-Черкесии. Для ребят была организована яркая и весёлая программа с выступлением Деда Мороза и Снегурочки и различными сказочными персонажами. С наступающим Новым годом всех детей и родителей поздравила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. Важно отметить, что для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было приобретено более двух тысяч новогодних подарков от главы республики. По поручению Рашида Борисовича сегодня организовано замечательное предоставление. У нас чудесный Дедушка Мороз со Снегурочкой. Чудесные весны звери, которые стали добрыми, потому что что? Добро побеждает на них зло. Правильно? Правильно. Более двух тысяч подарков мы приобрели для наших детей, чтобы вот в этот чудесный и новогодний праздник всех порадовали. Поздравляю вас с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. В преддверии проведения новогодних и рождественских праздников УФСБ России по Карачаево-Черкесии обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность. В случае появления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом и поведением, а также при обнаружении предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей, просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 267000. Действующему круглосуточно анонимность гарантируется. Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность. В Черкесске на базе Северокавказской государственной академии состоялся новогодний турнир по большому теннису. Соревнования проходили среди воспитанников комплексной спортивной школы «Победа». Этот турнир собрал около 30 юных спортсменов города. Наш корреспондент побывала на разминочной тренировке и торжественной церемонии награждения. Какое влияние большой теннис оказывает на развитие детей? Кто тренирует и поддерживает юных спортсменов? И как развивается этот вид спорта в республике? Смотрите далее в специальном репортаже Дарья Тендита. Наш выпуск завершен. В спортивном зале для подведения итогов новогоднего турнира по большому теннису собрались юные призеры и победители соревнований, их родители и тренерский состав. Около 30 человек боролись за призы и приятные новогодние подарки. Соревнования проходили под чутким руководством тренера Владислава Самохпалова. Он отметил, что результаты улучшаются. Итоги этого года показывают, что тренировки проходят не зря. Мы показали хороший результат и нас уже знают за пределами города. Мы ездим в основном к МВ, детей возишь, вот эти турниры, Кисловодск, Ставрополь, Пятигорск. И эти турниры мы уже все как бы выиграли. Все практически игроки в сильнейшем городе вышли из нашей школы, то есть они продолжают играть, выносить результаты. Задержались в теннисе. И на чем держится теннис? Качьерам рассказать. Стараемся так, чтобы игрок продолжал расти и укрепляться, выходить в высшую сферу. Как сказать, дальше продвигался по уровню рейтинга, по уровню мастерства. Новогодний турнир удачно прошел для Дмитрия и Есении Самохваловых. Для Самохваловых теннис не просто увлечение, а семейное дело. Дмитрий и Есения, равняясь на дедушку и папу, профессиональных спортсменов настольного и большого тенниса, показывают отличные результаты в спорте. Тренируются они с самого детства. В планах на будущее у Дмитрия и Есении новые победы и улучшения результатов, поделились юные теннисисты Самохваловы. Я эту медаль выиграл честно. Я очень боролся, особенно с одной девочкой. Она очень сильно играла. Я очень хорошо боролся и старался. Какие у тебя цели вообще на будущее? Ну, вообще, я хочу ездить весной, наверное, где-то будут соревнования еще одни в Пятигорске. И я бы хотела туда поехать. А дальше уже будет видно. Мой папа-тренер, я беру с него пример. А вот расскажи, что это за соревнования были и как так получилось, что ты выиграла в своем возрасте? Ну, я думала, что я не выиграла и поверила, что я выиграла. Они не только теннисом занимаются. Это основное направление. Ну, плавание там где-то и просто они занимаются общевизической подготовкой. Просто удобный момент. Надо же подтягивать по своему виду. Уменьшено, легче. Им нравится, значит, они стараются вроде тренироваться. Под чутким руководством Владислава тренируются около 50 любителей большого тенниса. Свою карьеру он начал около 35 лет назад. Работает не по профессии и не жалеет. Будучи юношей, он увлекся настольным теннисом. Его заинтересованность переросла в нечто большее. А сейчас опытный спортсмен поддерживает развитие большого тенниса в нашей республике. Передает навыки, знания и умения подрастающему поколению. И надеется, что с каждым годом ценители этого вида спорта только увеличатся. 30 лет – это, можно сказать, не большой возраст для спорта. Это сравнивается с борьбой, боксом. Кого знаешь, приходили оттуда чемпионы мира. И показывали Европу по разным видам спорта. У них это все дольше уже длится. А у нас не так давно это все началось. Некоторые, получилось так, что стали фанатично заниматься этим. Но таких мало. На чемпионат России ездили по взрослым. И сейчас продолжают ездить по возрасту по своему. В общем, есть на кого равняться. Кому интересно, тот их видит, загорается, соответственно. И дальше продолжает работать. Вот примерно такие результаты у нас. Вот расскажите, каково развитие тенниса сейчас в Карачаево-Черкесии? Сейчас мы стараемся повышать свой уровень. Стараемся выше добиваться результатов. Ездили и за границу на ITF. И просто по академиям ездили ребята. Так что мы как бы вышли, можно сказать, здесь были люди, которые просто ездили на турниры Большого Шлема. Кто-то уже знает, это самые большие турниры в мире. Булон, там, Америка, Ролангарос, Астраля, Астраля-Нопен. И вот люди побывали на них просто как зрители. Это уже, я считаю, продвижение в сфере тенниса, как в Карачаево-Черкесии. Так что вот таким образом мы стараемся теперь повышать результаты. То есть не просто съездить за границу, а выиграть турнир. А кто вас привел в спорт? Меня привел отец. Он был тренером по настольному теннису. Такой, ну, спортивный, любил спорт, в общем. И сейчас продолжает тренировать там по-своему, хоть уже и возрастной. И вот из настольного тенниса как бы мы перешли в большой, начали играть. Вот у меня была цель выиграть у отца сначала, потому что он как бы сильнее играл. И пошло, поехало. Большой теннис – это не только игра, но и система развития личности. Юные спортсмены в ходе тренировок формируют чувство самоуважения и стремления к успеху. Они учатся преодолевать трудности, усердно занимаются и идут к поставленной цели. Для Амира и Арсена основная задача – выигрывать и улучшать результаты. Новогодний турнир показал, что спортсмены хорошо тренировались на протяжении года. И результаты не заставили себя долго ждать. В прошлом году я занял первое место в соревнованиях, в этом году вот два первых места. То есть ты целенаправленно шел к победе? Да. В прошлом году у меня было пятое место, и в этом году было только в другой группе. Когда я только начал ходить, у меня было второе место, а потом третье, а потом четвертое, а потом уже пятые были. Это мое первое место, короче. А вот расскажи, как ты думаешь, почему ты вот с пятого места поднялся на первое? Благодаря чему это произошло? Не знаю. Целый год. Наверное, я старался. Мотивация играет важную роль в жизни любого спортсмена, особенно в юном возрасте. Большой теннис – энергозатратный вид спорта. Игроку нужно бегать, прыгать, делать множество замахов, отбивая мяч. Работая тренером, Владислав Самохвалов порой сталкивается с усталостью и нежеланием юных воспитанников посещать тренировки. Во время беседы он рассказал, как мотивирует и поддерживает юных спортсменов. Стараемся где-то сбавить там, может, темп, чтобы человек отдохнул. И такими подходами где-то больше внимания уделить ему, чтобы интерес появился. С сильным соперником поставить играть, чтобы он видит, к чему стремится. И таким образом вроде люди продолжают играть, как бы, и появляются даже профессионалы. Если вдруг что, нагрузка пошла или не получается где-то, получится по-любому. Надо просто поиграть определенно. Всему нужно, для всего нужно время. Вот, значит, характера, то есть продолжать заниматься этим делом хотя бы полгода. И потом будет видно, понравился вид спорта, не понравился. В принципе, в теннисе остаются многие, пригождается по жизни. Можно играть где хочешь, в тех же санаториях, и соревнованиях. Кто хочет, выезжает за пределы города, записывается и играет. То есть не бросать, а надо сначала понять этот вид спорта и продолжать заниматься. Большой теннис повышает выносливость, концентрацию и скорость мышления. Мадина Баташева, мама троих теннисистов, рассказала, что дети приходят на тренировку с удовольствием. Несмотря на их маленький возраст, она отмечает позитивное влияние спорта и надеется на высокие достижения своих детей. Сначала старший начал играть, когда появились двойняшки, потом они. Они начали где-то с четырех лет. И вот так наша семья как бы продолжает. Очень нравится. У детей, конечно, бывает, что им лень, потому что они еще маленькие, им нет семи лет. Я думаю, что с возрастом, когда они начнут играть, у них появится и азарт, и они точно так же подумают, как мы. Теннис – яркий вид спорта, противостояние личности и характеров, где важна не только техника, но и умение стратегическим мышлением обыграть соперника. Итоги года подведены, победители и призеры получили свои заслуженные награды. И совсем скоро начнется новый сезон, где юных спортсменов ждут новые победы. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.